Мало того, что у нас идеи, свойственные к концу 19-го, начала 20-го века, полностью окружают весь лор-кор, так еще и идеологии фашистские. Я в прошлый раз так в шутку пробросил, что этот чел напоминает мне некого германского предводителя, лидера мнений, инфлюенсера своего времени. Я просто подумал, насколько же все-таки глубокое сравнение, потому что на тот момент тоже, когда партия это все организовывалась, он тоже был пострадавшим, он тоже участвовал в войне. Но ладно, там война немножко другая, там личная трагедия, он все равно пострадавший, у него есть какая-то идеология, есть неравенство, есть и равенство. В итоге это все перевесило, мы знаем, куда это все перевесило, но любопытно. Я понимаю с доводами в комментариях, что у верхушки власти не находится никаких людей без магии, то есть это в основном одни маги всех мастей, и здесь как бы не круто. Но он работает не с политиками, он работает с обычными людьми. Да, он лишает магии обычных людей. Он лишает магии, ну ладно, не обычных, там юкудза появились, простите, очень смешно говорить слово юкудза, я вообще китайскую... Я думаю, он хотел лишить магии брата Мака, да, его зовут? Мака, да, да, да. Он же обычный парень. Ну вот меня это и удивляет, если раздраив политики, и мы как бы оперируем к тому, что у нас неравенство в органах власти. Возможно, сама идея, чтобы в органах власти было больше обычных людей, она классная. Но то, что он, какие методы он использует для достижения этой цели, они ужасные. Меня больше смущают не сами методы, методы, может быть, опустим методы, целевая аудитория, на кого он охотится? На обычных людей. Земля, огонь, воздух, вода. Только аватар, властелин всех четырех стихий, способен вернуть миру равновесие. Звучит, выглядит как, ну, повторяют за статуями, эти все классические фотки с отпуска, когда там цветочек кто-то держит, или угорают над какими-то статуями, за ними повторяют город то же самое. Просто такой очень большой фоткой. Нам писали, что мы не заметили статуи Зука и Тов, кажется. Только ленивый, да, 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 да. Но мы сейчас будем смотреть, может, это и была статуя Тов. Вот-вот-вот была, прилетел очень быстро. Маги, берегитесь, после встречи с ОМОНом, лидером уравнителей, Аватар Гора узнает настоящую правду. Этот безумец в маске способен лишать магии навсегда. Маги республиканского города рассчитывают на своего юного Аватара. Но готова ли она к встрече с таким страшным врагом? Книга первая. Воздух. Глава четвертая. Голос в ночи. Мне нравится, как здесь Тензин озвучен. Очень приятный, очень при... Такой спокойный невозможный. Примерно то же самое. Спать, спать хочется. Ну вот. Мы уже знаем, это сон. Вы нас не обманите. Когда я лишу тебя магии, ты станешь ничем. Все. Какая горда тебя. Все хорошо, надо. Я видел фотки, которые... Фотки. Картинки, которые вы прислали в комментариях. Вот эта зверюга. Должна была быть вместо аппы для Анга. Выглядел немножко странно, но это первый концепт-арта. Ты видела? А, нет. Там, в общем, должен был быть... Вместо аппы должен был такой... Да-да-да, оно все равно в кору включили. Ну, аппа вообще... Аппа более... Мне аппа больше нравился. Аппа более универсальное средство. Он же летает. Он может летать. Но это собаки далеко не уедет. И у него такое... Такое лицо у аппы было милашное. Соскучились по аппе, да. Мне приснился страшный сон. По нашему любимому городу бродит безумец и грозится его уничтожить. Необходимо создать специальное подразделение, которое найдет ОМОНа и придаст его правосудию. Ни в коем случае. Столь агрессивный шаг и еще больше отдалит магов от немагов. Тарлок, я склонна согласиться с вашим предложением, но кто тогда возглавит это подразделение? Я почту за честь и буду счастлив взять эту обязанность на себя. Так, подождите, а сейчас я хочу... Еще один ваш план, чтобы получить больше власти. Я лишь хочу помочь. Давайте вспомним. 42 года назад республиканскому городу угрожал другой опасный безумец. Якон. Ваш отец не побоялся дать ему жесткий отпор. Сейчас совершенно другая ситуация. И как вы можете сравнивать себя с Аватаром Аангом? Дело в том, что ОМОН не остановится на магах-преступниках. Рано или поздно он объявит войну всем нам, нашим друзьям и родным. Проголосуйте за мое предложение, и я покончу с ОМОНом. Пока. Так, подождите. Ты покончишь с ОМОНом, но кто ты такой? Потому что я вижу... Это совет. Да. Я вижу представителя народа воздуха. Это Тензин. Вот там воды, земли, огня. А ты кто? И он тоже как будто из народа воды. Ну, судя по цвету. Нет, он какой-то вообще нейтральный. Чтоб не смотреть на глаза. А не поздно. Да, глаза, точно. Лучше теперь глаза прокрашиваю. Видишь? Двух двадцатых даже топ музыка. Добрый вечер, мои собратья-уравнители. Говорит ваш лидер ОМОН. Республиканский совет проголосовал за то, чтобы сделать меня врагом номер один. И тем самым еще раз доказал. Угнетатели маги хотят подавить нашу революцию и не остановятся ни перед чем. Но нас нельзя остановить. С каждым днем нас становится все больше. Вы не будете жить в страхе. Настало время магам узнать, что такое страх. Для меня все еще невероятно это звучит. Я писал об этом в описании к предыдущему... Или где там, я не помню, кому это писал. Но разве все маги в городе не должны немножечко сидеть на стрёме? Мне кажется, это так легко весь этот бунт подавить. Почему? Ну, во-первых, я из России. И я понимаю, насколько это не сложно. А во-вторых, я понимаю, что маги даже не супертренированные, сильнее обычного человека. Они дерутся с обычными людьми. То есть даже если... Но они обученные. Ну, а смотри, Суюки. Она же дралась с магами и не уступала. Сколько этих Суюки, их же немного. Я к тому, что они... Он тренирует их как-то, обучаясь с ними драться, мне кажется. Вот как его отряд. Прикол в том, что маг огня, он просто маг огня. Ему не надо тренироваться. То есть три мага огня спокойно выходят не потому, что их попросили, не потому, что они вступают в спецотряд, организованный правительством этого города, а потому, что им страшно за свою жизнь. Когда тебя лишают магии, а это очень важно в этом мире, наверное, ты начнешь драться за свои базовые преимущества. То есть люди, которые маги внутри, они что, им всем плевать? Почему внутри работает только одна коалиция сопротивления не магов, а маги, что, просто сидят нормально? Они радио не слушают, они не на стрессе. О, нет, простите, пожалуйста, я вас... Заметили эту отсылку к Акере опять везде? Я каждый раз, когда вижу мотоцикл, который боком заходит в дрифт, я сразу же смотрю, это с Акера или не с Акера? Я же с собой Акера. Акера — это аниме-фильм, это Киберпанк, нет, это даже биопанк, да? Это биопанк. И там была сцена с мотоциклом, одна из первых сцен, где очень динамично было нарисовано, как ты тормозишь на мотоцикле, ну, сама Акера. И в дань уважения аниматоры перерисовывали эту сцену в своих мультиках из раза в раз. И практически в каждом произведении я вижу, как сцену Сакера перерисовывают. Это может быть повозка, это может быть тележка, это может быть поезд, это может быть на собаке, это может быть всё, что угодно. Ну, вот эта сцена, где ты заворачиваешь на каком-то... Поняла. Не видела. Как вы могли меня не видеть? Я ведь и... Я был... я... ой... я шёл... Вы целы? Вам больно? Какая же я глупая. Не беспокойтесь, всё в порядке. Брат колотит меня на тренировках ещё сильнее. Постойте, я вас узнала. Вы Маку, да? Вы играете за огненных хорьков. Да, это я. Мне так стыдно. Меня зовут Асами. Разрешите мне загладить вину. А... Хотите, я угощу вас обедом? Завтра вечером в восемь часов ресторан Квонга. А... Квонга? У меня нет подходящей одежды для такого шикарного места. Это моя забота. Вам надо только прийти. Ну... договорились? Эээ... да, наверное. Выглядит как подстало. Увидимся завтра вечер. Маме. Мы благодарны за прекрасную пищу, за счастье, сострадание и... Я не помешал? Нет? Это мой дом, Тарлок. Мы сели обедать. Прекрасно. Я целую вечность ничего не ел. Воды он, наверное. Маги воздуха никогда не отказывают голодному гостю. Верно? Пожалуй. Ох... А вы, наверное, знаменитый аватар Кора. Какая огромная честь. Я советник Тарлок, представитель северного племени воды. Очень... Ээээ... там же два племени. Я так понимаю, она с южного была, а он вот как раз с севера. Да. Очень приятно. Почему у вас три косички? От вас пахнет, как от женщины. Вы странный. Какая смышленая... девочка. Итак, я все прочитал о ваших приключениях в газетах. Проникнуть на сборище ОМОНа, это говорит о том, что вы очень смелая. О, спасибо. Кажется, вы первый представитель власти в городе, который мне рад. В республиканском городе стало спокойнее после вашего прибытия. Довольно лести, Тарлок. Что вы хотите от коры? Терпение, Тензин. Я к этому подхожу. Как вы, наверное, слышали, я собираю особое подразделение, которое поразит революцию в самое сердце. Хотелось бы действовать вместе. Правда? Что? Мне нужен кто-то, кто поможет мне нанести удар ОМОНу и не струсит перед лицом опасности. И этот кто-нибудь? Вы. Вступить в отряд? Я не могу. Ого, а почему? Я... Все мы, кто не смотрел, наверное, задаемся вопросом. Да, почему? Это же не в ее стиле. Может, потому что она знает, что Тензин будет не в восторге. А может быть, потому что она боится до усрачки. Ведь нам в самом начале показали ужасные сны. Да. А она не готова морально. Да, признаться, я весьма удивлен. Я думал, вы ухватитесь за возможность помочь в борьбе против ОМОНа. Я тоже. Я прибыла в республиканский город, чтобы закончить подготовку у Тензина. Сейчас я должна сосредоточиться на этом. Именно поэтому это идеальная возможность. Исполняя свой долг аватара перед городом, вы приобретете реальный опыт. Кора дала вам ответ. Вам пора уходить. Что ж, хорошо. Но так просто я от вас не отстану. Скоро я с вами снова свяжусь. Мне было очень приятно, аватар Кора. Пока, три косички. Выскажу смелое предположение, он гей. Да? Возможно. Потому что она сказала, что вы пахнете как женщина? Это не единственное. Что, три косички? Ну, ладно. Слишком мало аргументов. Мало. Вообще их нет. Ну, давай. Да, может, да. Я что, знаю? Прикинь, это будет попадание. Добро пожаловать в ресторан Гонг Мастер Мак. Она его переодела. Этот шарф останется. Как прикажете, сэр. Сюда, пожалуйста. Я так люблю спортивную магию. Я была на всех ваших матчах. На всех? Честно, я бы не хотел, чтобы вы видели все матчи. Не смешите меня. Вы настоящий ас. Так хочется увидеть вас на чемпионате. Ну да. Может, в следующем году. Почему? Вы же прошли. Нам сейчас мешают кое-какие обстоятельства. Расскажите, в чем проблема? У нас нет денег на взнос в казну чемпионата. Поэтому, видимо, придется отказаться. Это несправедливо. Простите, госпожа Сато. Ваше жаркое. Госпожа Сато? Вы, случайно, не родственница Хироши Сато, создателя Сато-мобиля? Да, это мой отец. Этого не может быть. Я серьезно. Хотите познакомиться? С самым успешным промышленником республиканского города? Да, ловлю вас на слове. Кто? Приветствую, товарищ по команде. Родственник. Привет, Болин. Ты не пришла на тренировку? Да, прости. Ничего. Мы все равно пролетаем с чемпионатом. Если, конечно, завтра на нас с неба не свалятся деньги. Не важно. Я пришел вручить тебе это. Та-дам! Ой, Стас Милла. За что это? Я совсем забыл. Ах, да, вспомнил. Ты спасла меня от ОМОНа. Ах, это. И что особенного? Что особенного? Ты серьезно? Я чуть с ума не сошел, когда он подошел в своей жуткой маске. Я лишу тебя магии навсегда. Это же страшно. Я до сих пор не могу спать спокойно. Нереально страшно. Посылка Аватару Кори. Тарлок шлет свои наилучшие пожелания, просит подумать о его предложении. Скажите ему, что я не передумаю. Ага. Кто этот Тарлок? Он тебя достает? Хочешь, я с ним поговорю? Нет, ты не понял. Он мне в отцы годится. Работает с Тензином в совете. О, хорошо. Хорошо, другое дело. Другое дело. Обалдеть! Это не просто машины, это конвейер. Это машина Форда. Это невероятно круто. Промышленная революция, машиностроение. Это прям весело. Хотя машины с этими... Такой дизайн напоминает окна из народа земли. Помнишь, когда мы были в Басингсе? Мы были в Басингсе. В смысле... Да, да. Помню, конечно. Летние поездки. Это мое скромное предприятие... Производит сильное впечатление, господин Сато. Называй меня Хироши. Итак, как я понимаю, ты беден. Ну, ой... Молодой человек, тут нечего стыдиться. Я тоже когда-то начинал с малого. Да что говорить, в ваши годы я был чистящиком обуви. У меня не было ничего, кроме идеи с атомобиля. Вот он. Класс. Но мне повезло. Я встретил человека, который поверил в меня. Он дал мне денег, чтобы я смог осуществить свою мечту. И вся империя Future Industries выросла из этого бескорыстного займа. Папа, хватит хвалиться. Скажи Мака хорошую новость. Какую новость? Моя дочь с присущей ей страстью рассказала о вашем заслуженном успехе на спортивной арене. И о том, что у вашей команды финансовые затруднения. Я не хочу, чтобы вы лишились шанса стать чемпионом лишь потому, что вам не хватает нескольких юаней. Поэтому я стану спонсором огненных хорьков на турнире. Вы серьезно? Конечно, серьезно. Отец внесет за... Но вообще, если... Это как инвестиция отчасти. Это больше инвестиция, наверное. Я не очень понимаю, как работают и отбиваются деньги в спорте, несмотря на мои попытки разобраться. Идея, что ты ставишь на победителя и устраиваешь сопричастность своего бренда, допустим, я не знаю. Я как Мальборо ставлю на Феррари. Они там, кажется, очень... Феррари. Феррари. Очень долго коллаборацию вели. Могу ошибаться? Я не прям такой фанат. То есть, и ты, получается, вот отождествляешь себя с победителем. Ты победитель. Там, когда ты на рынке, победитель в деньгах, в цифрах, он не так очевиден, как для народа, победитель среди состязаний. Ты все-таки с народом имеешь дело, а не с финансовыми учредителями, которые понимают, как экономика устроена. Поэтому в этом есть какой-то смысл. Наверное, только такой. Потому что спорт сам по себе мега убыточное предприятие. Все машины, которые строятся, все спортивные состязания, все это... Может быть, футбол окупается. Потому что есть... Есть огромная дыра. Ну почему на всяких манчах же рекламодатели постят, не знаю, там... Не, я не говорю, что там нет денег. В этом весь прикол, что сколько это все стоит, и сколько денег ты получаешь с рекламой. Футболисты вообще самые богатые люди. И вот в этом, слушайте, за футболистов я вообще не шарю. Как там деньги крутятся, как работает реклама. Я вот с автомобильный спорт немножко пытался, хотел понять. Потому что это очень дорого. Собрать болид, чтобы он еще как... То есть сама по себе разработка одной машины. Потому что каждая гоночная компания, она сама... То есть от одной фирмы это разрабатывается машина. И это просто лютые деньги. Потому что она буквально руками собирается. Отдельные совершенно запчасти, это не стоковые какие-то вещи. То есть это прям ходячая реклама. Это просто продвижение бренда. По факту это никак не продается. А вот спорт на физической силе, там, наверное, да. Но меня в комментариях поправят. Истинные футболисты или баскетболисты. На вас взнос в казну чемпионата. Это очень хорошая новость. Но есть одно условие. На вашей форме будет логотип Future Industries. Да я сделаю татуировку прямо на груди. Большое спасибо вам обоим. Обещаю, огненные хорьки извлекут все из этой возможности. Бррррр! Бррррм! Бррррр! Здорово, папочка! Уро. Видишь, мы едем! Бип! Бип-бип-бип! Бип-бип! Подарки Тарлака становятся все экстравагантнее. Да, этот человек не привык получать отказ. Кора, у тебя все хорошо? Да, конечно. Отдохни немного. Я рад, что ты отказала Тарлоку, но хочу убедиться, что твой отказ вызван правильной причиной. Сейчас главное – скорее овладеть магией воздуха. Да, ты так сказала. Знаешь, чувство страха – это неплохо. Весь город напуган происходящим. О страхах всегда важно говорить, иначе о ней лишают равновесия. Если хочешь поговорить, я готов выслушать. Ну вот, наверное, с магами я, наверное, немножко упустил момент неорганизованности, сопротивления магов. Потому что у нас есть верхушка власти, которая пытается какую-то оппозицию выстроить против этого ОМОНа. Но люди, все остальные маги, которые в моей идеологии страхом должны объединиться, наоборот, разрознены в этом страхе. И один на один они не выйдут. Ни у аватара, у самого сильного представителя магии не получилось с ним справиться в этой маленькой вылазке. Я понимаю, 16-летняя девочка и все такое, но другой кто-нибудь, представитель Земли точно, скорее всего, потеряет магию. Поэтому яркого сопротивления нет. И причем они тоже могут и не организовываться. Хотя почему не плевается лидер? Но вот, скорее всего, аватар и должен стать этим лидером, который объединит магию. Да, наверное. Наверное. Невероятно. Это все ради меня? Я не знаю, что затевает Тарлок. Надо быть на чеку. Вряд ли он строил праздник просто так. Как же я рад, что вы пришли, аватар Кора. Простите, Тензин. Город ждет своего героя. Такая мода. Милу, нет, это не горшок. Кошмар. Кора, позвольте вам представить самого известного промышленника республиканского города. Хироши Сато. Очень приятно. Мы все ждем от вас великих дел. Да, величие. Привет, Кора. Это моя дочь Асами. Я очень-очень рада. Мака о вас так много рассказывает. Серьезно, мне он о вас не говорил. Как вы познакомились? Мне кажется, вы че люди. Асами врезалась в него на мопеде. Что? Надеюсь, все в порядке? Конечно. Все прекрасно. Господин Сато согласился спонсировать нашу команду. Мы участвуем в турнире. Скажи, круто. Да? Потрясающе. Госпожа Бейфонг, кажется, с аватаром Корой вы уже познакомились. Только не обольщайтесь тем, что город устроил в вашу честь праздник. Вы самая горячая милфа. Мне очень нравится. Мне тоже очень нравится. Кен, дочка Тов. Да, не внучка, а дочка. Этого совершенно не заслужили. Вообще ловная тетка. Несмотря на то, что она железная. Будьте так добры, аватар. Ответьте им на пару вопросов. Аватар Кора, вы сами видели, как ОМОН лишает людей магии. Какую угрозу это несет простым жителям республиканского города? Я думаю, это серьезная проблема. Почему же вы отказались вступить в отряд? Разве аватар не должен выступить против ОМОНа? Ну, я... Почему вы уклоняетесь от борьбы? Что? Нет, я в жизни ни от чего не уклонялась. Вы обещали служить городу. Вы что, отказываетесь? Вы считаете, что чемпионат важнее борьбы с революцией? Как бы повел себя аватаран? Вы боитесь ОМОНа? Я никогда и никого не боялась. Если я нужна городу, то я вступлю в отряд и буду драться с ОМОНом. Вот вам заголовок, друзья. Хитрый. Поддалась. Провокация. Блин, ну это реально красивая провокация. Да, да. Я даже прям приятно за то, что она такая продуманная. Ну она могла бы сказать, да потому что... Я вообще на ее стороне... Да потому что мне надо научиться, тупые вы. А они сказали, а-а-а, аватаранг с 12 лет шатался по всей земле. Да понятно, она трассанула. Нормально, это объяснимо абсолютно. Ну реально, тебя просто врасплох поставили. Сейчас выйдут репортеры и скажут... Скажите, пожалуйста, когда выйдет аватаран, когда, 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 когда Винкс, когда... Я тоже растеряюсь, начну мямлить. Мои дорогие соратники! Сегодня мы совершим рейд на подпольный тренировочный лагерь цеблокеров, расположенный в пригороде Драконьей Равнины. Уравнители собираются в подвале книжного магазина, где тайно изучают приемы цеблокинга. Можно душный вопрос? А вопрос огнестрела здесь вообще никак не раскрывается? У нас есть... Он есть? Как будто нет. Или он есть? Почему он должен быть? Да просто как будто его не хватает во всем этом сеттинге. У нас есть Генри Форд со своей дочерью. Там был сын, кстати, кажется, он умер, упал с трактора, если не ошибаюсь. Надеюсь, его дочь не повторит эту историю. И пушки существовали очень долгое время, и как бы тут их не хватает. С другой стороны, вы скажете, ну ладно, здесь не изобрели порох. Пускай. Но у нас есть несложная идея очень быстро выкатить из трубки шарик металлический с большой скоростью. Это можно сделать с помощью мага огня. И можно сделать это с помощью мага земли, владевшей магией металла. Два этих мага могут устроить дальнобойное оружие. Вот эти чуваки, которые цеблокеры, они дерутся только в ближнем бою. Зачем лезть в ближний бой? Вот такой вопрос. Хотя здесь есть способ их со стороны. Или им нельзя убивать. Но можно ногу прострелить хотя бы. Дело даже не в этом. Есть же магия металла. Почему магия металла прямо здесь такая скучная? Их же можно просто связать. Я правда, я понимаю, что это серьезная угроза. Я это все понимаю. Но мне кажется, что при желании отрядом госпожи Фонг можно спокойно решить это все за неделю. Ну давай посмотрим, как они будут драться. Мне прям очень интересно. Ну вот ты права. Они не тренируются. Вот. Тренировки. Цепи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я займусь этими двумя. Неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вовремя. Спасибо, Тарлок. Мы будем отличной командой. Да. Будем. На секундочку, они убивают. Потому что дышать тяжело, когда твое лицо все во льду. Раньше... Раньше на этом акцент не делали. Тарлок, мне кажется, возможно, он даже заодно с этим ОМОНом. Но он мог воды. Может быть, не заодно, но не знаю, почему какой-то вообще подозрительный. Я думаю, что там, наверное, просто одна амбиция. Он пытается с Корой подружиться. Стать самым влиятельным в магии только и всего. Кора опять не пришла? Ей не до нас. Аватар Кора смело ответила на призыв к действию. Мы вместе возглавим отпор. Республиканский город может не бояться ОМОНа и уравнителей. Вопрос Аватару. ОМОН остается на свободе? Почему вы его не нашли? Спрашиваете, почему? Потому что ОМОН прячется в тени, как трус. ОМОН, я вызываю тебя на дуэль. Без нашего отряда. И циблокеров. Один на один. Сегодня в полночь на мемориальном острове Аватара Аанга. Давай встретимся и все решим. Если ты меня не боишься. ОМОН, я рада, что сбила тебя на дороге. Я тоже. Забыла спросить. Почему ты не взял новый шелковый шарф, который я тебе подарила? Не понравился? Нет, он очень красивый. Но это шарф моего отца. Это все, что от него осталось. Мне кажется, он придает мне смелости. Сочувствую тебе. Я лишилась мамы, когда была маленькой. Мне с тобой так спокойно. Как будто ничего в ней плохого сейчас уже нет. Все равно какая-то подстала. Это безумие. Не мешай мне и не следи за мной. Я встречусь с Омоном одна. Это все ваша речь. Я пытался ее отговорить, но она уже сама все решила. Мы будем следить за островом. Если что-то пойдет не так, я дам команду воздушной полиции. Мне кажется, он лишится магии. Мне кажется, он не придет. Но это был бы классным поворотом, если бы она лишилась магии. Но... Она потом ее вернет. В магии она всегда... Огромная классная арка. Он же блокирует, а не высасывает. Мы не знаем. Говорят, что это не всегда. Говорят. Мало ли что говорят. Говорят, это мультик. Какая-то мучная девчонка. Да он не придет. Выходит, ты не пришел? Кто же кого боится? Я получил твое приглашение, юный аватар. Не, не станет. Наша дуэль, хоть и неизбежна, пока преждевременна. Я бы мог легко покончить с твоей магией прямо сейчас. Но не буду. Ведь тогда ты стала бы мученицей. Твоя безвременная кончина сплотила бы магов всех народов. Но уверяю тебя, у меня есть план. И пока что я тебя отпускаю. Но наша дуэль состоится. И я тебя уничтожу. Прикольно. Это сока? Это сока. О, смотри, смотри. Что это? Анг? Кора. Кора, ты жива? Что случилось? Омон приходил? Да. Он устроил засаду. Он... Он забрал твою магию? Там была Тов. Да, 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 все-все были. Анг. Что это было? Такую Анг взрослую, такую крутучил. Да. Что это было? Нет. Кажите еще? Увидение. Все в порядке. О, хвала небесам. Мне было так страшно. Я чувствовала себя беспомощной. Ничего. Кошмар уже позади. Мы... Мы были правы. Мне очень страшно. Я никогда так ужасно себя не чувствовала. Я не знаю, что мне делать. Признать свой страх первый и самый трудный шаг в его преодолении. Авторы сценария Майкл. Кайф. Я понимаю, что контент, любой контент, который с вами вот как-то взаимодействует, максимально субъективное явление. И я удив... Мне оно нравится даже больше, чем Аватар. Ну, по... Есть вопросы, есть вопросы. Но мне почему-то вот это отзывается больше. Я не могу сказать больше или меньше, но мне нравится. Ну, то есть это прям... Это прям мне очень нравится. Это очень... Это очень хорошо. Мне нравится. Да, есть вопросы. Но эти вопросы, во-первых, возможно... Я тебе не могу спокойно вообще сидеть. Чего это за сцена была такая? Очень интересная сцена. Бабуль... Это непонятно. Это воспоминания или что это было? Это, видимо, воспоминания Анга. Это воспоминания Анга. Она как-то вот к ним подключилась. Очень интересно. Сок, а все такие взрослые. Не хватает мне пару сезонов приключений уже взрослых мужиков этих и женщин прекрасных. Ну, это вообще было бы здорово. Комиксы читайте. Да знаю про эти комиксы. Успокойтесь. Ну, пожалуйста, оставьте ваши души в покое. Остудите пыл. Будем прощаться с вами. Спасибо за все хорошее, что было между нами. Пока. 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 Продолжение следует...